Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, и в этом видео я расскажу вам о самых интересных и известных российских и советских новогодних и рождественских фильмах. Надеюсь, вам будет интересно. Ирония судьбы или с лёгким паром. Действие фильма начинается в Москве 31 декабря. Женя и его друзья идут в баню, где выпивают много алкоголя, а потом едут в аэропорт провожать друга Жени, но по ошибке сажают в самолёт Женю. В Ленинграде Женя берёт такси и называет свой московский адрес. Невероятно, но по этому адресу находится точно такой же типовой дом, как и в Москве. К дверному замку подходит Женин ключ. В квартиру возвращается хозяйка Надя. Когда Женя понимает, что находится в Ленинграде, то приходит в отчаянье, ведь в Москве его ждёт невеста. И тут появляется жених Нади и Полит. Если вам интересно, что было дальше, посмотрите эту комедию. Комедия снята в 1975 году режиссёром Эльдаром Рязановым. Ирония судьбы. Продолжение. Это сиквел фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С лёгким паром». По традиции, каждый год 31 декабря Евгений Лукашин и его друзья ходят в баню. Однажды вместо Жени в баню идёт его сын Костя, который выпивает водки и дальше ничего не помнит. Приходит в себя он в незнакомой квартире в Санкт-Петербурге и видит Надю, дочь Надежды и Ипполита. К Наде едет её жених Ираклий. Выясняется, что и Надя, и Женя вернулись к своим жениху и невесте, родили с ними детей, но в итоге расстались. Из Москвы прилетает Евгений Лукашин. Если вы хотите знать, что было дальше, посмотрите эту комедию. Ёлки. Киноальманах продюсера Тимура Бекмамбетова, вышедший в прокат в 2010 году. Фильм состоит из восьми новелл, связанных между собой и происходящих 31 декабря в 11 российских городах. Также есть продолжения фильма «Ёлки-2» и «Ёлки-3», «Ёлки-1914», «Ёлки-5», «Ёлки-новые» и «Ёлки-последние». В этом ролике вы видите эпизоды из комедии «Ёлки-новые». Фильм рассказывает о новых приключениях героев ёлок из самых разных городов России. Герои комедии мечтают встретить новый 2018 год с близким им человеком. Если вы любите смеяться, посмотрите этот фильм. О чём ещё говорят мужчины? Это продолжение комедии «О чём говорят мужчины». Действие фильма происходит в Москве 31 декабря 2011 года в офисе рекламного агентства, которым руководит Саша Демидов, и в квартире его друга Камиля. Четверо успешных 40-летних мужчин постоянно обманывают близких им женщин, своих друзей и самих себя. Весь фильм герои рассказывают друг другу о том, как им хорошо, плохо, непонятно с любовницами, как они из-за этого радуются, переживают, страдают. Главные герои обманывают и в важном, и в мелочах. Они говорят, что любят своих жён и ценят дружбу друг друга. Но тут же своими делами показывают, что всё значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд. И всё же дружба побеждает. Если вы хотите послушать мужские разговоры на самые актуальные темы, посмотрите эту комедию. Если вы хотите узнать, с кем останется Анна, посмотрите этот фильм. ТАРИФ НОВОГОДНИЙ. Это советский комедийный музыкальный фильм 1956 года режиссёра Эльдара Рязанова. В фильме показано, как работники Дома культуры готовятся к костюмированному новогоднему балу. Серафим Иванович Огурцов, назначенный исполняющим обязанности директора Дома культуры, предлагает свою программу, серьёзную, с выступлениями докладчика и лектора-астронома. Из музыкальных номеров товарищ Огурцов предлагает послушать классическую музыку и посмотреть выступления пожилых музыкантов из ансамбля, песни и пляски. Никто из работников Дома культуры не хочет менять ранее составленную программу, тем более заменять её на такое скучное и неинтересное мероприятие. Прибегая к разным уловкам, объединяя усилия и делая всё возможное, чтобы отвлечь Огурцова, они исполняют все намеченные ранее развлекательные номера и весело празднуют наступление Нового года. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это советский художественный фильм-сказка, поставленный в 1961 году режиссёром Александром Роу. Фильм — экранизация повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Действие фильма-сказки происходит в XVIII веке в живописном украинском селе около Диканьки и в Царском дворце в Петербурге накануне Рождества. Фильм — гимн любви деревенского кузнеца Вакулы и дочери богатого казака Оксаны. Девушка насмехается над любовью Вакулы и ставит перед ним невыполнимую задачу. Она требует, чтобы кузнец принёс ей туфельки, точно такие, как у самой царицы. Только тогда Оксана станет его женой. Укротить нечистую силу, слетать в гости к царице, сосватать любимую девушку — и всё это за одну ночь. Такое возможно только в Сочельник и только на хуторе недалеко от Диканьки. Настоящая любовь может всё. «Вечера на хуторе близ Диканьки» — это российско-украинская кинокомедия-мюзикл, созданная по мотивам произведения Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Премьера фильма состоялась в новогоднюю ночь с 2001 на 2002 год. Маленькие домики с круглыми окошками, из которых льётся свет, хруст снега под ногами, неумолкающие звуки зимней вьюги — «Всё это Диканька», созданная в павильонах Укртелефильм. В проекте приняли участие самые известные звёзды украинского и российского шоу-бизнеса, что ещё больше привлекло внимание и интерес зрителя. Все певцы и певицы исполнили свои роли достойно, как настоящие артисты. Мюзикл состоит из двух частей. Действие первой части происходит в украинском посёлке Диканька. Во второй части зритель вместе с главным героем Кузнецом Вакулой переносится в Петербург, чтобы встретиться с самой царицей. «Новогодняя жена» — российская праздничная комедия 2012 года. Это история молодых мужчин и женщины, которые решили стать мужем и женой только потому, что провели вместе новогоднюю ночь. Имеет эта затея смысл или нет, покажет время. У героев фильма есть целый месяц до свадьбы. В разгар вечеринки в клубе Даша и Максим встречают друг друга и просыпаются в одной постели. Решив, что их свела сама судьба, герои пытаются построить идеальные, правильные отношения и подают заявление в ЗАГС, заранее договорившись. Если в течение месяца они смогут не просто прожить вместе, но и сохранить чувство влюблённости, то поженятся. Максим с Дашей стараются стать настоящей парой, хотя жизнь постоянно проверяет их отношения на прочность. Героям предстоит пережить немало смешных, а иногда и драматичных ситуаций, прежде чем они поймут, есть ли между ними любовь. Друзья, спасибо, что посмотрели моё видео. Желаю вам удачи в изучении русского языка, а также успехов, счастья, здоровья, любви в наступающем 2021 году. Пока!